Председатель Одесской бубличной артели «Московские баранки» господин Кисляцкий. Очень приятно. Благодарю вас. 12 февраля 2014 года исполнилось 98 лет со дня рождения Готлеба Михайловича Ранинсона. В настоящее время найдены свидетельства, подтверждающие, что в годы Великой Отечественной войны артист жил и работал в Верхнеуральске. Готлеб Ранинсон – один из лучших комедийных актеров в любимых советских фильмах. Он исполнял небольшие роли, но приобрел огромную известность у зрителей. Я чуть-чуть покрутил, она как хлынет, покрутил. Ключ, да быстрее же! Ну ключ, ключ ему дайте. Ранинсон снялся в легендарных фильмах, таких как «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Ирония судьбы Ли с легким паром» и другие. В биографии гениального комика есть строка. В 1941-1945 годах старший пионер-вожатый и воспитатель детского дома в Верхнеуральске. Готлеб Михайлович из-за болезни не был призван в ряды армии и в наш город эвакуировался из Москвы со своей матерью. В Верхнеуральске этот факт стал известен в начале 2000-х годов, а в 2012 году удалось получить документы, подтверждающие принадлежность Ранинсона к нашему городу. В 1942 году в газете «Красный уралец» была опубликована его заметка под названием «Открыть дом культуры». Все-таки удивительная история Верхнеуральска. Казалось бы, небольшой провинциальный городок, а сколько до сих пор открывается знаменитых имен, связанных с ним. Вкусно готовила? Да, то есть нет, я сам готовил.